Мама, мы не умрём, я говорю, нет, мы сделаем с папой всё возможное, чтобы вы были живы. Этой верой и надеждой ехали туда, где безопасность. Старший он вначале замкнулся, 9 летом он у меня очень контактный. Каждый день мама, когда мы вернёмся, когда мы вернёмся домой. Я хочу делать нелюбимые домашние задания касательно младшенькой, а стала более нервной, более плаксивой. Меня держит этот садик, если честно. Здесь дети. И ты вот на эти полдня как будто в абсолютно другом измерении. Минимум взрослых, минимум разговоров о этих вещах. И как-то оно легче, что ли, становится. Хотелось бы какого-то, знаете, знака света в конце тоннеля. У меня очень много друзей осталось. И вот я звоню им, даже говорю, ну вот что вы скажете. Говорит, я тебе скажу, Наташа, сиди, где ты сидишь. Говорит, мы не знаем, что будет дальше. Ты хочешь ещё раз вывозить ребёнка? А я не хочу. Говорит. 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 Говорит.